Всем привет, друзья! Как у вас дела? У нас дела отлично! Я сейчас, кстати, перестала пить таблетки от аллергии. Хочу посмотреть, закончилась у меня все-таки аллергия или нет. Двое суток уже не пью, но вроде бы аллергия до сих пор сохранилась. То есть придется пить эти долбанные таблетки еще дальше. Так я хожу в этом своем костюмчике на стирку, потом опять его надеваю на стирку. И опять, мне очень нравится, очень удобно. Во-первых, штаны. Во-вторых, маечка удобная. И когда прохладно, чик, накидываю вот этот кардиган. Но дома сейчас тепло, поэтому теплый кардиган я не ношу, а вот этот вот идеально. А еще хочу познакомить вас с Юлией Митрохиной. Она мама четверых детей. Знаете, почему она крутая? Потому что она за прошлый месяц заработала 2 миллиона 450 тысяч, сидя дома с четырьмя детьми. Всем интересно, как обычной маме из простой семьи всего за год удалось закрыть все кредиты, ипотеку, долги. И только что Юля выложила видео на свой канал, где она подробно рассказывает, прям по полочкам, как она легально зарабатывает из дома. Так что, если вам тоже интересно, то скорее переходите по ссылке внизу в описании под этим влогом, который я вам оставлю, и смотрите ее видео до конца. Кстати, я вам, по-моему, здесь не показывала, как выглядит мой маникюр. Я сделала, как у Вики. Ну, в Инстаграм это все есть, я уже говорила. Теперь там эта вся информация, как я делаю, чем я делаю. Сейчас у меня как раз крутые гель-лаки еще пришли, поэтому я, наверное, уже на этих выходных буду менять этот маникюр и попробую новые цвета гель-лаков. Там просто бомбу я заказала. Новые гель-лаки корейские ко мне пришли. Цветочки. Каролина тоже вот трогать, трогать, трогать. Такой антураж прям здесь. Мы с Ержем очень красивые сегодня, да. Ну, мы как бы всегда красивые, просто сегодня мы одеемся красиво. И я накрасилась, сделала я обычный макияж такой, в Инстаграм показывала. Короче, мы сейчас едем с Ержем в театр. Да, мы едем в театр в Москве. Московский дворец молодежи, нас туда пригласили. Да. Будет какое-то выступление, представление. Так что мы чуть пораньше уехали, потому что погодка хорошая. Может быть, где-нибудь прогуляемся, но не факт. Просто чтобы не опоздать. Я не люблю опаздывать. И мы приедем, получается, туда вовремя. Приедем, посмотрим выступление. Мне, возможно, сделать прическу. Хотя я не хочу делать прическу, потому что у меня волосы чистые. Потом лак не хочу смывать. И вот так мы проведем сегодняшний вечер. Вот это платье, оно у меня просто было новое. И висело в шкафу, и я его вообще не надевала. Но все хотела. И не было повода. И что самое интересное, погода не подходила. У него такой прям плотный-плотный шифон. Я его в Турцию брала на фотосъемку. И там один раз, получается, в нем сфоткалась. Причем одну только единственную фотку в нем сделала. И все. И оно вот так вот новое висело. Я думаю, надо-надо его поносить. Потому что летом в нем жарко, а сейчас вот осенью как раз. Но я не люблю носить платья под колготки. И вот идеально просто. Сейчас вот погода 18-19 градусов в Москве. Ну, суперская. Правда, уже на следующей неделе будет понижение температуры. Будет 13-14 градусов. Я взяла с собой вот этот вот PowerBank. Здесь вообще-то есть свой провод. Но он почему-то плохо работает на моем телефоне. Мне вообще телефон уже, наверное, нужно менять. Он у меня уже долго гонит. И я сегодня еще свой PowerBank, который в Корее покупала, на SpaceX, уронила. И он у меня тоже там сломался. А до этого я уронила свой классный PowerBank с большим объемом на 20 тысяч миллиампер. И тоже сломала. Мне ссылочку сейчас скинули. В общем, меня показали по MTV Russia. Вот, можете на их канале глянуть выпуск, где я делаю макияж и повторяю образ вообще в целом. Прикольно. У нас-то телевизора нет, поэтому я не знала, что меня там показали. Мне подписчики в Инстаграм скидывали. Вау, я тебя видела по телевизору. Мы уже приехали. Ветер такой прям теплый-теплый. Так приятно прогуляться, да? Мы, кстати, пораньше приехали. Сейчас прогуляемся, посмотрим, а потом уже пойдем. С Викой сейчас созванивалась. Мы с ней, в принципе, почти каждый день созваниваемся. Иногда, конечно, бывает, когда у меня много работы, у нее много работы, и мы не можем созвониться. Ну, вот сейчас созвонились. Блин, я забыла помаду подмазать. А эта помада сухая такая. Почему так смешно, когда у тебя чулка раздвоенная? День влюбленных, мюзикл за столиками. Туда мы сегодня пойдем. Хочу показать вам свой прикид. Зашли в какой-то торговый центр. Это метро Фруизинская здесь, кстати. Сейчас будем посмотреть какие-нибудь подарки для Каролины. Многие подписчики сказали, что да, классная идея с боксом. И разные какие-то штучки туда накидать. И посмотрю еще подходящие коробки. Или же, может быть, как мне посоветовали, в рюкзак. Можно будет... Ну, или какую-нибудь сумочку. Ну, куда можно сложить это все. Сейчас посмотрю. Мы уже пришли. Вот это, я так поняла, главный вход. И сейчас нас скоро уже будут запускать. Все же здесь параллельно что-то там смотрят. Слушай, тебе рубашка идет. Ты давно рубашки не носил. Раньше Серж на работу очень часто носил рубашки. Наверное, ты каждый день, по-моему, в рубашки и ходил, да? Ну, потому что Серж, как руководитель, он часто встречался с разными людьми. И встречи у него, постоянные какие-то визы с процессом происходили. Поэтому вот он наделал рубашку. Мы уже внутри. Вот так вот выглядит театр. Я так поняла, мы будем за столиками, правильно? Да. И плюс еще будет мюзик. Вообще, в принципе, он сегодня будет. Ой, как здесь круто. Билетики наши за столиками. В общем, день влюбленных. 16+. Ряд пятая, место четыре. Театр МДМ. Я, кстати, не помню, говорила я во влоге или нет, но я уже заказала Карелине торт. Он должен быть очень красивый. И который ей, самое главное, понравится. Я заказала не тот, который мне нравится, а который она где-то увидела, мне показала. Я это запомнила и решила заказать тот, что она хочет. Кстати, я сегодня надела такие вот сережки. Посмотрите, как они шикарно смотрятся. Красиво серебряные. И, в общем, торт будет на 2 килограмма. Ну, то есть достаточно большой, в принципе, будет торт. Получается, учитывая, что мы сейчас сладкое не едим. Но все равно Карелина хотела. К тому же, вот эти вот торты на заказ, их, по-моему, и не делают меньше. То есть минимум 2 килограмма нужно было заказать. И еще пока не решили с доставкой или торт заказать, или же самим поехать забрать, если мы там будем где-то недалеко. Нас провели во второй зал. Сейчас покажутся за кулисье. Зашла в туалет, и здесь очень много зеркал. Слушайте, макияж точно подходит под мое платье сегодняшнее. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот туалет здесь. Серж взял себе кофе. А я не хочу кофе, я хочу уже есть. Ну, в общем, хотела вам сказать, что туалеты здесь ужасные. Места нет. То есть я просто в платье была, знаешь. Я закрываю дверь, и оно упирается в унитаз. Я не знаю, с какой стороны. Уже занимаем свои места. Вообще, это, по идее, я так поняла, это холл. Они из холла сделали зал еще один. Да? Это же холл? В общем, короче, сейчас будем сидеть, смотреть. Я, наверное, думаю, что сам мюзикл снимать нельзя. Да, наверное. Так что вот так вот. Ребята, сейчас прикиньте, что со мной произошло. Нет, спасибо, спасибо, спасибо. А, все, хорошо. Приятного вам отдыха. Спасибо. Здесь фотографов больше, чем посетители. Фотограф, он, наверное, человек 30 здесь. Я вообще изначально думала, это фотограф от презентации. И она меня начинает фотографировать, а потом говорит, короче... Добрый вечер. Нет, спасибо. Спасибо. Уже 4 подошли, вот пока мы здесь ходим. Короче, если фотография нравится, то 600 рублей распечатка. И это так надойливо. Это вообще неприятно. Когда к тебе подходят каждые 2 минуты фотографы. Но я понимаю, что это их хлеб, и их заставили, возможно, сюда выйти. Но, когда я к тебе подошел один фотограф, следом подходит второй фотограф, и потом еще и третий, и четвертый. И уже так 10 человек, это как-то не очень. Причем фотографии не сказала, потому что какие-то они хорошие. Нет, спасибо. У меня фотографируют. Один пакетик тебе это подарок. Серьезно? Да. Ну, это тебе сказали, моему спутнику. Ребята, вот в жилетах это только одна, наверное, десятая часть фотографов. Чтобы вы понимали. Мы все уже закончили. Пришли в фарш. Вот здесь напротив театра прям находится. И хотим поесть стейк и бургеры. Нам очень нравится фарш. И смотрите, здесь какие прикольные туалеты. Выполнены типа это контейнеры. Необычно. Уже поздно. Получается, время сейчас половина десятого. И хорошо, что здесь музыки нет. Вот мы можем сейчас вам рассказать, что да как. Что нам понравилось, что не понравилось. Серьез, кстати, взял колу без сахара. Нам двоим. Приборчики уже. Что, прикольно? Только нет, не работает сушилка для рук. Серьез, я шел ключом открыт. Да иди, открывай, сейчас сходи. Пока еду не принесли, поделись своими впечатлениями. Мы просто пока... Мы просто, когда вышли, уже с Сержем все обговорили. Все это пережили эмоции. Просто невероятные эмоции. Когда ты сидишь, смотришь мюзикл, такой человек, вот такой фильм, и ты при этом находишься внутри этого фильма. Настолько круто люди поют. Ну и танцуют они, и исполняют разные роли, и переодеваются, они в течение там буквально минуты меняют образ абсолютно. Что-то с чем-то. Нужно почаще куда-нибудь в такие места ходить. И там, кстати говоря, на этом мюзике играл актер. Я его тут сначала не признала, вообще не узнала. Серж не сказал. Если вы смотрели сериал «Счастлив вместе», то там был Женя. Женя, это был муж Лены. Сосед Гукин. Да, 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 сосед Гукин. И я вообще в шоке была. Короче, мне очень понравилось. Серж сначала сидел такой, а потом, как все это началось, ну вот именно петь и танцы там, все уже вот с такими глазами сидели. Ну, короче, круто. Я просто хочу сказать, что настолько, оказывается, много талантливых именно людей, настолько талантливых. Я просто в шоке от этого. И видно, что они прям работают над этим, да, каждый день? Над своим вот этим выступлением. Короче, друзья, посыл таков, что если у вас есть возможность пойти куда-нибудь в театр, то обязательно пойдите на мюзикл или просто какое-то выступление. А сейчас мы поедим хорошие бургеры. Мы, кстати, заказали средние прожарки. И стейк тоже. Американский? Да, мы американский постановку смотрели. Короче, очень классные бургеры. Вкусные и самое главное, картошка. Это сырный соус? А стейк попольный, живой? Ну что, бургер вкусный? И соленый огурчик. А вот и стейк пришел. Сырный огурчик. Видите, прям хорошая такая прожарочка. Короче, приятного аппетита. Я сегодня только завтракала. И сейчас, получается, вот так вот ужинаю. Реально, я только завтракала. Так, мы сейчас... А, да. Мы сейчас едем к Сержу. Другу, знакомому. Ему нужно передать кое-что. И потом уже поедем домой. Так круто просто в Москве. Мне очень нравится погода. Осень. Ну и зима, в принципе, здесь тоже нормально. Хоть холодно, да. Но все равно зима, она должна быть зимой. Я так считаю. Потому что Вика там с Лерой в Корее, они скучают по снегу. По снегу? Да. Всем еще раз привет. Это уже другой день, следующий получается. Сейчас мне нужно будет сходить на почту, получить посылки и отправить посылки еще победителям. Вот, в моем конкурсе. На улице, кстати, сегодня 20 градусов, поэтому я вот так вот оделась. Просто джинсы и худи сверху. Сейчас я вот здесь вот покажу. Что-то какая-то фигня с посылками происходит в последнее время. Не доходят с Почты России. Непонятно как-то все. Я надеюсь, что все они потом придут вовремя мне. Хотя это просто обычная работа Почты России, что посылки теряются, они не доходят или же идут очень долго. Кстати, извещения начали приходить. До этого несколько месяцев они вообще не приходили. Ну, то есть, извещений вообще не было. А вы знаете, что у меня посылки приходят вот чуть ли не каждый день. Я пошла на почту и говорю, а почему теперь извещения вы уже не разносите? Я думала, может, у них какая-то новая система. У нас просто, говорит, нет почтальонов-разносчиков, поэтому, говорит, извещений нет. Обезьянка прям чи-чи-чи. Аккуратно. Каролина затащила в магазин, хочет купить что-то. Она учится сама тратить деньги. Ну, в смысле расплачиваться. Уже умеет. Ну, ей не хватило денег, поэтому она попросила меня выйти, чтобы я с ней пошла в магазин. Она знает, что... Ну, мне-то не в магазин надо было. То, что она знает, что если с родителями вышла, можно потратить больше денег. Много сладкого не бери. Много не буду. Посылки отправила, посылки получила. Иду домой и купила еще два билета Каролине с мамой, потому что она покупает. А в этот раз что-то она не попросила, но я думаю, надо самой взять. Сейчас буду готовить рамен нам с Каролиной. Мама рамен не хочет. Вот такая вот вкуснотища. Мама сегодня жарила картошку с курицей. Будем сейчас есть. Добавила я еще сосиску и себе, и Каролине. Вот такая вот вкусняшка получается. И чай. Я еще сегодня покупала такие заварные пироженки. Это просто заварные пирожки, а это заварные творожные. У нас там новый магазин открылся, попробуем. Вот такой вот у меня здесь бардак. Сейчас буду этот бардак разгребать, потому что уже все пошли спать. И как бы я сегодня занималась с Каролиной английским языком и так далее. То есть очень много времени на это все ушло. И ничего не успела, в принципе, сделать. Так что сейчас буду допоздна. Сейчас время, сейчас скажу вам сколько. Сейчас, 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 сейчас. Все у меня сейчас. Уже половина один стала. Но я думаю, что где-то до 12, до часу я здесь посижу. Поработаю. А потом уже, наверное, пойду спать. Так что буду заканчивать этот влог. Обязательно ставьте пальчик вверх. Смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok